уважаемые дамы и господа добрый день сегодня 13 марта и вы смотрите ежедневный обзор текущей ситуации на основных мировых финансовых рынках сегодня с вами в студии аналитики компании гранд капитал шевченко виталий ну давайте начнем с рассмотром экономического календаря посмотрим что нас ожидает ближайшие дни какая статистика будет более важным на какую нужно обратить внимание и соответственно сделать выводы что именно в это время не стоит торговать а стоит наблюдать именно за выходом статистики после чего как раз и можно принимать решение о том в какую валюту именно вкладываться так сегодня среда 13 марта и статистики у нас осталось только сша 16 30 наиболее интересным будет розничные продажи здесь мы ждем увеличение показателя и на сегодня скорее всего ничего интересного именно со стороны 100 данных больше не выйдет более интересным будет четверг 14 марта здесь начнет его новая зеландия мы увидим объявление о процентной ставке далее эстафету перехватит австралия выходит достаточно сильный блок данных в 4 30 по москве это изменение занятности и коэффициент безработицы в 12 30 здесь уже мы обращаем свое внимание на еврозону швейцария также объявит о своей процентной ставке 13 00 выйдет ежемесячный отчет ецб по еврозоне потом можно сказать будет небольшой перерыв можно отдохнуть и опять на первое место выходит сша 16 30 это заявки на пособие по безработице и тут же мы увидим повторные заявки на пособие по безработице также вы 16 30 пятница 15 марта относительно спокойный день тем более относительно спокойно первая часть дня как всегда должны нас порадовать и воодушевить рынки американцы данные выйдут 16 30 по москве все будет ожидать индекса потребительских цен и под занавес это будет 17 30 здесь мы увидим речь члена фонг фишера самая последняя новость со стороны сша самый последний стат данные это будет индекс настроения потребителей мичиганского университета 17 55 по прогнозам ожидается улучшение данного показателя теперь хотелось бы обратиться немного к основным валютным парам рассмотреть их именно с технической точки зрения на предмет того где лучше поторговать а где лучше просто посидеть и посмотреть за графиками на наш взгляд для торгов без разницы как спекулятивных так и консервативных на данный момент подходит более пара фунт доллар здесь достаточно явно выраженный нисходящий тренд пара доллар швейцарский франк здесь явный восходящий тренд все это мы рассматриваем пока на четырехчасовом таймфрейме также можно взглянуть на пару доллара сша японская иена мы увидим что здесь произошел откат но большинство специалистов все-таки склоняется к тому что это технический откат тем более ожидается назначение нового главы центробанка которые должны подвигнуть пару к новым высотам на этом наш краткий обзор подошел к концу более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте www.grandcapital.net а с вами был аналитик компании grand capital шевченко виталий до новых встреч и попутного тренда